сегодня я посетила особняк трубецких нарышкиных находящийся по улице чайковского 29 и сегодня у меня будет два видео одно будет посвящено внутреннему убранству и как бы мини экскурсии по этому особняку а второе видео будет посвящено содержанию выставки так ну еще раз здравствуйте наконец-то я добралась до этой выставки пока тесновато маленечко есть гардероб мы разделись это очень удобно сейчас пойду предъявлять свой пригласительный и пойдем знакомиться кстати начинается уже вот пожалуйста прямо с гардероба здесь шапочки вот здесь очень много перчаточек а мне понравились мне понравились очень интересные вот здесь пальто но как-то пока не рассчитывала на покупки но просто интересно а где вы если не здесь или вы только здесь а так вы еще из другого города приехали интересно ну короче друзья если я сегодня был уже у вас остался один день только завтра так я решила попробовать контроль веса это я даже не для себя а для зрителей так я взяла вернее я хотела бы попробовать контроль веса и активирует продлевает жизнь и вот сказали что это очень сильнейший акции антиоксидант проводили исследование а можно мне туда чтобы не портить эти проводили исследование после химиотерапии и восстановление организма шло в разы быстрее интересно а кто производитель это разные да есть два я предлагаю вам скачать вот этот промокод сейчас я запишу сделаю запись давайте вот сюда это обязательно литературу вот это вот да да еще новая спасибо новая вода мисс детокс это магний но магний очень такой легкий женский вы поняли при приятно вот это вот такой жесткий магний вам тоже да 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 И прямо здесь у входа уже стоят столики. Я так думаю, что, наверное, сегодня будет очень много участников. Потому что место начинается... Вот, посмотрите, места всем не хватило даже. Я вам обещала, что я подробно рассматривать не буду. Только чисто внешне, как это происходит и что здесь есть. Потому что несколько раз была уже на таких выставках. И моя цель сегодняшняя – это не украшение. Хотя вот посмотрите, какая красота. Я такого не видела на предыдущих выставках. Если вам что-то сейчас понравилось из того, что я показываю, приходите. Завтра последний день работы выставки. Янтарь. Как всегда, очень много, разнообразно. Вы знаете, мне даже отдельные камни нравятся больше, чем украшения. Посмотрите, какие они красивые. И зелененькие, и коричневые, и с разводами. И даже узорчики посередине. Красивые камышки. У меня картина какая интересная. Сейчас я вам ее приближу. Прелесть, красота. Мозаичная. Как всегда, определенный цвет, свет бликует. Я хочу сказать, сегодня много народу. Несмотря на то, что утро субботы. Видимо, потому что это выходной день. И в анонсе было сказано, что очень много представителей ювелирных украшений. Это действительно так. Вы посмотрите, сколько. А вот, обратите внимание, ажурное украшение какое. Из позолота и серебристое. И вот это с камушками. Очень интересно. Продолжаем выставку. Я сейчас пробегусь по выставке. А потом покажу вам еще и интерьер. И все вместе как-то не получается. Ой, представляете? Вот такая толпа, такой ажиотаж. Вот здесь бликует. Но вот этих украшений я на предыдущих выставках не видела. Это стекло обработанное, похоже. Картинки очень интересные. Жалко, что бликует. Не видно полное. Вы знаете что? Я вам сейчас делаю фото. На фото, по-моему, бликов нет. Вот эти фигурки я уже показывала на прошлой выставке. Вот эти тоже уже знакомила вас с такими изделиями. Вот это. Вы знаете, если я вам что-то не покажу, то это потому, что очень много народу перекрывают обзор. Поэтому я, может быть, даже пройду мимо чего-то интересного. Но все, что мне интересно и что получится заснять, я вам покажу. А вот так я отражаюсь в старинном зеркале. А вот это уже знакомые мне работы. Я их даже когда-то мерила. Вот эту шапочку я узнаю сиреневую. И вы у меня могли ее видеть в предыдущих роликах. Посмотрите, появилось много очень новых изделий. Тогда выбор был поменьше. Может быть, все раскупили к тому дню, когда я была. Да, авторские ободки от Татьяны. Правильно. Ну вот, посмотрите, здесь все вперемежечку. Здесь и ювелирные украшения. Здесь и, вот видите, даже такие стилечки, маникюрный набор, бусы. И сумки. Скажите, а сумки это отечественная, да? Да, это фабрика Афина, Санкт-Петербург. У нас шутка. Натуральная кожа. А порядок цен какой примерно, вот на такие сумочки? 7500. А вот такого рода? А вот эти чуть подороже, 8500. Ну вот, дорогие мои, вы видите все Тоскану Бэкс, видели с натуральной кожей. Ну вот и наши тоже шьют из натуральной кожи. И, кстати, очень интересные ручечки-находки. А они не, как сказать, не рвутся в процессе, там они прочные? Нет, фурнитура очень качественная, специальная пласть. А фурнитура, это пластик такой, да? Да, специальная пласть. И у него есть, я так поняла, длинная ручка, да? Да, обязательно. А можно заглянуть внутрь? Ага. Ну вот такая же вместительная, в принципе, и внутренняя подкладочка тоже хорошая. Ну вот приходите, я вам еще раз повторяю, что остался один день завтра. А где вы вообще, если? В интернете. Ага, только в интернете. А у вас нет визиточки или что-то, я бы сфотографировала. А вот, а название вот это, да? Ну вот, по крайней мере, по названию можете найти, если вас что-то заинтересовало. Вот если я не ошибаюсь, то такого рода украшения я уже тоже видела на предыдущих выставках. И, по-моему, вам показывала. И вот смотрите, ювелирка соседствует с шапочками. Вы знаете, я хочу сказать, что есть обычные шапочки, такие, которые можно увидеть в магазине. А есть и необычные. Вот такие, например, я не видела. Посмотрите, какое интересное. Кира, обрати внимание, это в твоем духе. Типа как челма. Ой, немножко я тут порушила. Ну вот очередные перчаточки. Перчаток в этот раз очень много, видимо, связано с холодным сезоном. Пледы интересные. Шарфики. Ой, какие красивые палантины. Прямо театральные такие. И вы тогда по визитке, по тому, кто сфотографируйте, вы поймете, что это за момент. Дорого-богато. Вот. Вот эти 8500. Вот эти тоже верхние, они 8500. Вот эти 12500. И бывает, можно поискать. Да, есть еще варианты по 10500. Вот здесь шитье, да? Ну, как бы вышивка получается, да? Здесь шелтовая вышивка и кашемир. Они все различаются немножечко толщиной ниточки. То есть потолще они подешевле, а потоньше они подороже. Понятно. Те потяжелее, а эти полегче. Спасибо. Ну, это такой вот вечерний вариант. Открытое платье. Вы знаете, они любят пожрать. Они любят пожрать, да? Интересно. То есть там будет еда, да, вообще-то, в основном? Там еда, да. Там какие-то сыры, сыроват. Слушайте, это я тоже люблю. Надо будет сходить, обозреть. Все в Кабельпорт. Вот слышали, да? Если вам здесь ничего не нравится, то вы можете прийти все в Кабельпорт. Там тоже будет такая же выставка. Вот я сейчас очень хорошо поговорила с представителем вот этих вот шарфиков. Это шарфики из Индии, очень интересные. Завтра все в Кабельпорте. Я попробую их тоже найти, поснимать там. И, может быть, созрею тоже для шарфика. И еще не обратила внимание сразу вот на такие легкие шарфики. Длина у них метр семьдесят, ширина восемьдесят. Но ширина приличная. Видите, хорошо создают объем, да? Ну, вот я посмотрю. И сегодня у меня две цели, поэтому... А завтра будет... Ой, завтра у меня тоже напряженный день. Но в любом случае, может, я завтра даже что-нибудь примерю. О, очередное красивое зеркало. Посмотрите, еще интересные расписные шарфики тоже. Еще петербургская тематика есть. Картины известных художников. Ага, это печать, да? Слушайте, здорово. Вот любители живописи художники, приходите. А то меня там за один ролик заклевали художники. А здесь какое разнообразие шарфов. Посмотрите. Вот это мне нравится. Но там генное нарушение. Приходите. Если вам нужен шарфик, приходите. Выбор шикарный. А здесь елочные игрушки. Посмотрите, какая красота. Это стеклянная, да? И ручная роспись? Обалдеть, слушайте. Вы знаете, у нас есть традиция каждый год покупать новую игрушку красивую. Я вот сейчас посмотрю, может, я что-то выберу. Потому что в магазине выбор не особо большой. И, наверное, не такой уникальный. Это понятно. Она шелковистая, все, но сколько здесь пуха? Она же на нитку, да? Пух на нитку. А номер... Шелковая основа, пози-пух. Шелковая, да? Шелковая, да? Не холодно. 20% шелковая, 8% пуха. Это шелковая основа, пози-пуха. А она будет пушиться потом? Да, потому что она не ночужная. При влажной погоде она у вас распушится. Она тоненькая, в ней минус 20, в ней холодно. Она не лезет, пух не оставляет. И пусть стирки натягивать не надо. Шелковая основа. А вы привезли именно из Оренбурга, да? Давайте я еще раз... Давайте я еще раз поподробнее вам покажу. Вы знаете, что интересно? Обычно пуховые изделия, они однотонные. А здесь... Это крашеная нитка, да? Крашеная нитка и вот такие узоры. Интересный вариант. Кто любит декоративность, выбирайте декоративность. Я из Калининграда привезла седу. Но на ощупь приятно. Осторожно, туда нельзя трогать. Да? Все, хорошо, спасибо. Более мягенькие, повышенные. А вот посмотрите, сколько жемчужных, бусинных украшений. Прямо все сверкает. Вот такого тоже на предыдущих выставках я не видела. Вы знаете, в предыдущих залах я как-то задержалась. Поэтому пробегу быстренько эти. Большое разнообразие. Очень интересно. И такого в магазинах не увидишь. Вот перчатки многочисленные разных цветов. Камешки. А, вот он и Урюпинск. Ура, ура. А вот и Урюпинск. Вы все-таки приехали на вторую выставку, да? А говорили, не приедете. У вас как, дела получше стали, да? Нет, не то, что получше. Ну, решили как бы, да, пропагандировать. Директора, тут уж мучка, мы операцию делали. Ну, то есть приятное, вернее, неприятное с полезным. Здорово. Просто ваши коллеги там рядом стоят, эти из Оренбурга. Видели? Она сказала, оренбургские у них. Нет. Деревянных изделий я на прошлых выставках не видела. Или я до них не дошла, или их не было. Все, мне это очень нравится, но оно обычно в магазинах дорогое. А у вас сколько? Вы знаете, я вот разговорилась, и оказывается, это не просто дерево, это орех. Орех, который приехал к нам из Майкопа. И, в принципе, вы знаете, цены сказали, но они, конечно, не дешевые, но они дешевле, чем в магазине обычные деревянные, там вот эти промышленные штампованные вещи, скажем так. То есть приходите, посмотрите, выбирайте. Ну, я, скажем так, сейчас минималистка, и ничего такого уже кухню свою не наполняю. Тем более я сейчас все реже-реже готовлю, и гости ко мне приходят тоже очень редко сейчас. Но вот для сыра, для хлеба, для выпечки очень интересно. Спасибо, красиво. Приезжайте еще. Ну, вот с этим я вас уже знакомила, показывала подробно на других выставках. Ну, приятно увидеть опять. Литье. Сережа. Мантик, главный салон, да. Смотрите, какие крупные. Это смола, наверное, да? Интересно. Очень. Я вас как-то не видела раньше на выставках. Вы были, да? Угу. Хорошо. Удачных вам продаж, чтобы еще в следующий раз тоже приходили. Минералы какие красивые. Но это вот для любителей, кто любит камешки собирать. Красота. А откуда камешки? Из разных мест, да? Камешки из разных мест. В основном российские камешки. Урал, Дальний Восток, Сибирь, Магадан. Мы на Байкале были в музее, где вот камни вот эти собирают. Очень красиво. Вот уже узнаю. Изделия новые. А роспись старая. Вот моя любимая. Палехская, мстюрская роспись. Я вам ее несколько раз показывала. Подробно останавливаться на этом не буду. Но посмотрите, какие новые изделия появились. С новогодней тематикой. Очень интересно. Деревянная, наверное. Красота. Я вам несколько раз показывала изделия из кости мамонта. Посмотрите, а вот здесь изделия из верблюжьей кости. А интересно, а у верблюда откуда эта кость? Из зубов? Из Дубая. А, из Дубая. Ну, не знаю, как это верблюжья кость. Первый раз слышу. Как много-то есть они. Да? Я обычно знаю, что из моржовой и прочей, из клыков как бы делал. А вот то, что из таких, я не слышала. Ну, посмотрите, такое тоже бывает. Все кажется. Вы знаете, от ювелирки у меня уже в глазах сверкает. Я это показывать не буду. Это очень мелко и неудобно передавать на экране. Но у строителей говорили, что очень много здесь будет. Вот это я вам уже показывала. Что очень много будет представителей ювелирных производств золота-бриллианта. Вот как раз мы дошли до этого зала. Но показывать подробно я не буду, я вам говорила. Ой, уже экскурсия началась. С необработанными камнями. Вот здесь тоже есть необработанные, но здесь в основном уже такие поделочные ювелирные камешки. Опалы. Вот видите, и янтарь, и различные другие. Вот посмотрите. Выдали вот такое приглашение на следующую выставку. Называется «Невская королева. Украшение. Красота. Подарки». Будет проходить с 7 по 10 декабря. Я обязательно приду сюда и поснимаю именно дворец и в будний день. Так, для посещения только в дни работы выставки. Вот как видите, выглядит входная зона без витрин, без киосков, без посторонних каких-то вещей. Но нам не суждено это увидеть.